Существует такая вероятность, что Крым скоро может остаться без туристов. Первое, что необходимо туристу, который приезжает сюда к нам в Крым. Сразу же задрали цены. Я могу смело вам сказать, что сервис Крыму как был в зачаточном состоянии, так он и остался. Клубничка 320, малинка 200 рублей. Теперь поговорим с вами о ценах на топливо в Крыму. Всем привет, друзья! И снова вы на канале Евгений Щепинский. Сегодня я нахожусь на одном из крымских курортов. Но наше видео будет не о крымских курортах, не о красоте Крыма. А о серьезных вещах, о тех вещах, которые в данный момент творятся у нас в Крыму. Существует такая вероятность, что Крым скоро может остаться без туристов. Уже турпоток в Крым уменьшился. Как вы видите, пляж полупустой. Ну, что там полупустой? Он практически пустой. А уже на календаре у нас конец июля месяца. Раньше, в предыдущие годы, этот пляж был битком забит людьми. Немножко позже мы поговорим подробно и разберем все, почему же это может произойти. Я коренной крымчанин. Я родился и вырос в Крыму. Хочу только одного, чтобы Крым процветал. Чтобы в Крым ехали туристы, чтобы людям здесь было хорошо отдыхать. Чтобы люди уезжали с отдыха довольными и счастливыми. И это настроение у них оставалось на весь следующий год. И они с нетерпением бы ждали приезда именно к нам в Крым. Да, я понимаю, что многим это видео может не понравиться. И я уже предвижу, что мне будут писать злобные комментарии, что Крым сдулся, в Крым не едут. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что необходимо туристу, который приезжает сюда к нам в Крым. Это доступные цены на жилье. В мини-отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях. Вторая же позиция это присутствие сервиса на крымских курортах. Ну, эту позицию можно было поставить и на первое место. Потому что сервис он немаловажен для тех людей, которые к нам приезжают. Третья позиция это доступные цены на продукты питания. И также цены на питание в столовых, кафе, ресторанах. Четвертая позиция касается всех тех, кто едет к нам в Крым на автомобиле. Таких людей в данный момент очень много. Потому что запущено движение автомобильное по Крымскому мосту было. Это цены на топливо. Ну, вот четыре позиции, которые необходимы. И теперь будем разбирать все это по порядку вместе с вами. Курортный сезон в этом году начался очень поздно. Из-за пандемии, которая очень больно ударила по кошелькам, по бюджету. Многих граждан России. Люди, ну, будем говорить так, просто проели все эти деньги, которые откладывали на отпуск на курортах Крыма и Краснодарского края. Да, поначалу многие люди интересовались курортами Крыма, интересовались местами отдыха. Но интерес пропал. Почему же он пропал? Сейчас я вам расскажу. Когда начался курортный сезон в Крыму для людей с материковой части России, отельеры еще как-то держали цены на уровне прошлого года. Но когда некоторые отельеры увидели, что людям деваться некуда, что все равно они поедут в Крым, сразу же задрали цены. Я знаю единицы отельеров, которые не поднимали цены, которые даже немножко опустили цены. Они опустили цены ниже уровня прошлого года. Но могу привести простой пример отельеров. Это мои знакомые. Это Сергей, отель Ассоль, штормовое. У него цены на уровне прошлого года. Он сделал хороший ремонт своего отеля и ждет всех вас. Значит, еще хозяйка мини-отеля Галина, поселок Поповка, зовут ее Галина. Тоже цены оставила на уровне прошлого года. Но основная часть отельеров цены задрали, задрали выше потолка. И вот поэтому люди предпочитают ехать в Краснодарский край. Ну а теперь, друзья, мы поговорим о сервисе в Крыму на крымских курортах. Я могу смело вам сказать, что сервис в Крыму как был в зачаточном состоянии, так он и остался. Только в отелях Элитки, это Мрия, Ялта Интурист, ну и еще несколько отелей. Я не помню, честно говоря, их название, сервис там на должном уровне. Все остальное, ну я не считаю это сервисом. Краснодарский край по сервису, честно говоря, обгоняет Крым в разы. Да, я понимаю, вы можете сказать, что крымчане мне могут написать, что Краснодарский край готовили к Олимпиаде, сделали всю инфраструктуру, что все там хорошо, прекрасно и великолепно. Но в Крым же едут люди, надо что-то делать, надо людям организовать какой-то досуг, какой-то сервис, какие-то услуги. Этого нет. С чем я сталкиваюсь постоянно, когда езжу по ЮБК на съемки. Значит, летом на ЮБК работают нелегальные парковщики возле Никитского ботанического сада, потом возле Массандровского дворца, возле Воронцовского дворца. Сколько этих нелегальных парковщиков не гоняют. Вот, все равно они со своего места не уходят. Они могут отойти на полчаса и потом на бесплатной муниципальной парковке, где люди, приезжие, паркуют свои машины, чтобы посетить крымские достопримечательности. Все равно требуют с них денег. Если же человек отказывается платить, значит, они просто говорят, а вы не боитесь за сохранность своей машины, за сохранность колес на машине? То есть, я не могу понять, почему власти не могут навести. Мое мнение, нужно поймать пару-тройку вот таких вот горе-парковщиков, дать срока и на этом все закончится. Значит, еще насчет нелегальной парковки. Из моего опыта. В прошлом году мы с Сашей, это канал Алексит, ездили снимать АйПетри, потому что его половинка, она там не была. Значит, парковка, въезд на плату АйПетри была бесплатная возле канатной дороги. В прошлом же году с нас требовали 300 рублей. Я попросил людей, чтобы они мне предоставили документы, насколько это легально. Да, мне дали официальные документы с мокрыми печатями за подписью, заметьте, друзья, зам главы Ялты. На мой вопрос, чем же мотивированы вот эти поборы, было сказано, борьба с нелегальными парковщиками. Я не могу понять, неужели так нужно со всех снимать по 300 рублей с машины. Можно сделать проще. Пригнать наряд туда милиции, полиции, точнее, извините. И пускай они там дежурят и гоняют этих парковщиков. Ну, такие поборы в Крыму, честно говоря, повсеместно. Мы с Ирочкой выезжали на территорию Краснодарского края. Честно говоря, я там такого не видел. Так что, вот это вам о сервисе, друзья. Теперь мы перейдем к следующему пункту. Это цены на продукты в Крыму. Как я уже не раз вам говорил, цены на продукты приравнены у нас в Крыму к московским. Да, действительно, к московским. Цены практически такие же, как в Москве. Но мы не будем брать в учетное мясо, крупы, хлеб, потому что цены практически такие же, как и везде по России. Единственное, отличаются в большую сторону, в большую степень, это северные регионы России. Но Крым – это кладезь фруктов, овощей. Ну, особенно фруктов. И люди сюда приезжают к нам в Крым не только отдыхать на море, а еще и покушать наши крымские фрукты. Сейчас я нахожусь возле одного из рынков в городе Симферополе. Пойду и покажу вам цены. Абрикос по 190, нектарин 170, персик 160. А персик крымский, да? Да. И черешенка по 260. Клубничка 320, малинка 200 рублей. 200 рублей. Персик 200 рублей, большесарайший. На многих прилавках нет цен. Персик 180 рублей. Персик побольше 250 рублей. Персик весь по 250 рублей. Персик маленький 150 рублей. Абрикоска по 200, да? Это крымская абрикоска? Абрикос, Узбекистан. Инжир 350. Опять же персик 250. Слива домашняя по 130. Только что вы видели цены на фрукты и ягоду на одном из симферопольских рынков. Как вам такие цены? Овощи я специально не стал вам показывать, потому что цены в принципе на овощи приемлемые. Теперь давайте пройдемся по всем этим позициям, по очереди. Инжир цена очень и очень завышенная. Буквально недавно мы были на курорте Канака и покупали там инжир по 90 рублей. Цена стояла 100 рублей, но мы сторговались на 90. Персик 250. Тоже завышенная цена, потому что персик наш крымский. Совсем буквально недавно, неделю назад я покупал персик по 100 рублей. Клубника. Ну, вы сами видели, у меня просто слов нет за цену на клубнику и черешню. И что еще хочется добавить. Не все люди, как я всегда говорил, на рынках, когда идет видеосъемка, нормально это воспринимают. Некоторые наоборот показывают, предлагают товар. Ну, а некоторые же даже сегодня пытались кричать. Снимать нельзя, съемка запрещена. Это частная собственность. Я не понимаю, какая частная собственность на рынке. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, что вы думаете по поводу таких цен. От таких продавцов, которые завышают цены, страдают не только отдыхающие, которые вынуждены покупать нашу крымскую фрукту по такой завышенной цене. А также и жители Симферополя. Я не могу понять, неужели руководство Крыма не может навести порядок в ценообразовании здесь у нас в Крыму и в Симферополе. Теперь поговорим с вами о ценах на топливо в Крыму. На заправке Атан 95-й бензин на сегодняшний день 51 рубль 59 копеек. Это за литр, друзья. Значит, цена в Крыму на 95-й бензин на 5 рублей дороже, чем в Туле. Почему я говорю в Туле с уверенностью? Ну, да потому что я знаю из телефонного разговора со своим преданным зрителем и подписчиком Владимиром, он живет в Туле. Да, кстати, как в поле чудес, пользуясь случаем, Владимир, хочу передать вам привет и всей вашей семье. Ждем вас в Крым. Ну, это было маленькое лирическое, так сказать, отклонение. Давайте немножко окунемся в историю, как же все это происходило. Еще когда Крымский мост строился, автомобильная часть Крымского моста строилась, руководство Крыма клятвенно заявило всех жителей, что с запуском автомобильного движения по Крымскому мосту цены в Крыму как минимум на продукты упадут. Но, друзья, увы, чудо не случилось. Также руководство Крыма заявило, что как только откроется ЖД-сообщение с Крымом по Крымскому мосту, цены на топливо сравняются с ценами на топливо на материке. Но, опять же, повторяюсь, чудо не произошло. Полтора месяца назад цены на полуострове и на топливо поднялись аж на 4 рубля. Ну, и совсем недавно, буквально полтора недели назад, когда пошло возмущение народных масс, дороговизны топлива, цену снизили по просьбе руководства Крыма всего лишь, вдумайтесь, на 1 рубль. Значит, что у нас на полуострове происходит? На полуострове, на крымском полуострове два крупных нефтетрейдера. Это сеть АЗС АТАН и сеть АЗС ТЭС. Буквально где-то недели-две назад было интервью, корреспонденты новостного канала задавали господину Бейму, это глава компании ТЭС, почему в Крыму на полуострове такие дорогие цены на топливо. На что он ответил, что очень дорогая транспортировка. При транспортировке топлива с материка в Крым на литр падает, вдумайтесь, 4 рубля. Экономисты быстро это все посчитали. Как оказалось, что всего лишь 84 копейки. Ну, пускай округляем до рубля, но куда делись 3 рубля, про которые он еще говорил? Все это не было воспринято. Буквально неделю назад, опять же, состоялся разговор корреспондентов крымского телевидения с главой компании ТЭС. И опять был задан этот вопрос, когда же будет дешевое топливо и почему оно дорогое. Он нашел уже другой ответ, что недавно на бирже топливной в Санкт-Петербурге топливо очень сильно подорожало. И поэтому компания, транспортировав сюда топливо и продавая здесь населению, автомобилистам несет убытки. И это максимум, что оно может сделать, не поднимать цены выше. Тогда, друзья, ну мне как-то это все непонятно. Значит, Крым покупает на Санкт-Петербургской бирже дорогое топливо, а вся материковая часть России покупает где-то в другом месте. Почему нельзя Крыму купить где-то в другом месте, где покупает, допустим, топливо Краснодарский край, где покупает топливо Московская область, Санкт-Петербургская, та же область. Ну, как-то это несправедливо, я считаю, друзья. Напишите в своих комментариях, как вы считаете, многие из вас ездят к нам в Крым на своих автомобилях, устраивает вас цена топлива или же бьет вам сильно по карману. На этой ноте, друзья, я хочу это видео закончить, но с вами я не прощаюсь. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих выпусках.